всем привет друзья сезон не за горами буквально а щит осталось считанные деньки недельки до нового сезона поэтому готовимся усиленно сейчас еду на новую почту за очередной своей посылочкой к новому сезону принципе об этом товаре у меня есть уже не одно видео на канале покажу еще раз это будет попозже дома сниму обзорчик маленький потому что все таки несмотря на предыдущие видео которые у есть люди многие спрашивают люди многие спрашивают переспрашивают что да как и куда поэтому как говорится повторение мать учения пройдем еще раз материальчик кому-то это будет я думаю полезным ну а кто-то обновит память кто-то увидит возможно первый раз так что оставайтесь с нами пошли мы на почту новую почту вот она получать нашу посылочку всем привет друзья практически постоянно и периодически ко мне поступают вопросы по пыльце по ее сушке по ее сбору по хранению по самой сушке ну и так далее вот совсем недавно в нашем пчеловодческом хозяйстве появилась еще одна сушка вернее сушильный шкаф от компании техно пром по моему до технопром продукт свинец которая специализируется на изготовлении бытовых и промышленных сушилок для фруктов и овощей ну и для нас пчеловода для пыльцы поэтому я решил сделать еще одно видео и чтобы максимально ответить на многие вопросы это сушилка садочек модель 1м и к слову это третья сушилка в нашем хозяйстве я думаю что раз сушилка третья то этим должно быть все сказано и принципе все понятно раз третье то сушилка классно и можно было бы на этом и заканчивать видео но я расскажу чем эта сушилка нам нравится так как люди спрашивают нужно ответить на канале у нас есть уже не одно видео сушилки садочек там я показываю как я собираю пыльцу как я ее сушу о работе сушилки и даже есть видео обзор как мы купили распаковывали такой же сушилку садочек так что можете посмотреть эти видео у меня на канале подсказки на видео я оставлю в правом верхнем углу чем нам нравится эта сушилка почему выбор пал именно на нее все просто первую сушилку садочек мы купили в конце 13 года и в работе она с весны 14 года и до сих пор поэтому при этом сбор пыльцы происходит практически ежедневно и в больших объемах и соответственно сушилка работает с весны до осени тоже беспрерывно а сегодня уже двадцатый год и это говорит о том что сушилка сама по себе надежная это был первый плюсик второй плюсик выборе сушилки это изготовление самой сушилки сушилка сделана качественно добротно надежно красиво не самопально не кустарно и как говорится не стыдно будет и клиенту показать на каком оборудовании происходит процесс сушки это я вам друзья скажу весом и аргумент для покупателя так как он видит что продукт который он покупает да еще и для внутреннего применения продукт качественный качественно высушенный не на солнце не на крыше не в духовке и не в солнечной восхотопке и на этот продукт не садились мухи и разного рода насекомые поверьте это очень важно третий плюсик этой сушилки это качественная работа и это главный плюсик это когда вы засыпаете ведро два ведра пыльцы и она его высушивает за 12 18 часов зависимости от начальной влажности самой пыльцы и при этом практически вы не смотрите и ничего не делаете процессе сушки практически не нужно менять лотки с пыльцой местами перемешивать пыльцу и так далее хотя если пыльца очень важная да еще и очень толстый слой то иногда и приходится где-то разочек за процесс ушки немножко помешать пыльцу иногда даже поставить добавить часик другой по времени на это когда риана толстый слой пыльцы на лотке также очень важно для нас вернее для пыльцы это температурный режим в этой сушке температура воздуха четко регулируется терморегулятором и пыльца сушится при правильном температурном режиме 38 градусов бывает старыми 40 но снова когда более высокая влажность и когда толстый слой но пыльца сушится правильно не 60 не 55 и даже не 45 градусов а именно правильно при этом распределение теплого воздуха обеспечивается равномерно по всему шкафу за счет вентиляторов от верхнего до нижнего лотка то есть повторюсь не нужно мешать лотки с пыльцой переставлять а так как пыльца как правило сушится всю ночь то это очень важно не нужно лишний раз просыпаться и контролировать сушку что еще о том что этой сушилке мы сушили яблоки вишни травушку муравушку грибы и я рассказывать не буду это сушилка сушит практически все что можно высушить и тут она тоже справляется без каких-либо нареканий поэтому люди которые помимо пыльцы имеют желание сушить фрукты овощи ягоды грибы рыбу травы делать сухаты ну и многие другие могут смело приобретать сушилку садочек это рекомендация из личного опыта хочу еще отметить что сушилка изначально идет с пятью лотками для сушки фруктов и овощей но для пчеловодов для сушки пыльцы производители делают не 5 а 7 лотков поэтому при покупке обязательно стоит упомянуть вам что вы сушите пыльцу и вам нужно для пыльцы то есть на 7 лотков не забудьте зимнее время сушилка у нас тоже не отдыхает периодически мы сушилку используем как декристаллизатор для меда ставим 1-2 до 10 литровых ведра с медом закристаллизовым ставим 40 градусов и через определенное время имеем или мягкий мед или жидкий мед который удобно расфасовывать и при этом мед ничем ну как бы не портит не приносит вред самому мед что еще сказать на рынке есть очень много сушилок и маленьких и больших дешевых и дорогих и наверное все они будут хорошо работать но в этой сушилке мы знаем наверняка что она нас не подведет что она высушить все правильно и качественно и при этом сушить пыльцу она будет не 40 часов не 30 не 24 это очень важно время денег ну и так как видео у нас получилось практически рекламным пусть так и будет пусть будет приятно производителям что их не сушилки достойное внимание и я горжусь тем что мне не пришлось покупать заграничные сушилки например в польше у нас есть ничем не хуже а наверняка даже и лучше по крайней мере сушилки и я могу смело без без урезания совести порекомендовать эту сушилку своим друзьям сушилку садочек компании технофрон продукт свинница я знаю точно что краснеть за свою рекомендацию мне не придется и кстати друзья в комментариях я оставлю ссылку на сайт где можно будет посмотреть всю инфу по сушилкам по их моделям там они есть самые разные от малюсеньких до большущих там можете посмотреть и цены и контакт одним словом ну а будет интересного кому будет интересно зайдите и сами все посмотрите ну и напоследок хочу поблагодарить саму компанию технопрон продукт за сушилки садочек спасибо вам ну а вам друзья могу пожелать удачи и всем желающим но сомневающимся выборе сушилки могу сказать следующее не сомневайтесь сушилка действительно классная продуктивная и можете не искать лучшее лучшее рядом лучшее вот я рекомендую рекомендую с практики ну и кто не видел видео в работе сушилки не забудьте есть видео меня на канале подсказки будет в правом верхнем углу все друзья всем приятного просмотра пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok